Приветствую всех на канале Китайфак и сегодня будет очень интересное видео узнаем кто из самых популярных лазерных уровней с конусными призмами 3d 4d с алиэкспресса самый яркий проверять будем не просто так не на глаз а специальным прибором люксметром вот такой люксметр заказал smart sensor st6813 и давайте пару слов о нем скажу приходит вот в такой красочной коробке и внутри лежит еще такой чехол в котором и находится сам прибор в чехле есть инструкция и сертификат о калибровке в общем люксметр откалиброван при 100 люксах при 150 200 500 на разных показателях имеет небольшую погрешность но в принципе она нам не так и важна нам собственно говоря будет важен вообще результат какая яркость в люксметрах будет от лазерной линии у каждого уровня тем самым мы конкретно узнаем какой из лазерных уровней проецируют самую яркую линию и более того я предлагаю сделать таким образом то есть как вы знаете у всех конусных призм интенсивность свечения по всему периметру не одинаковая то есть у плоскости есть как самая яркая сторона так и самая тусклая это касается всех лазерных уровней с конусными призмами невзирая на бренд и стоимость и еще один момент с увеличением расстояния яркость линии также собственно говоря будет падать но вы тоже об этом знаете именно поэтому я предлагаю делать замер на двух расстояниях то есть будем замерять на 5 метрах самую яркую сторону и самую тусклую сторону у одного и того же уровня потом у этого же уровня на 10 метрах замеряем самую яркую сторону и самую тусклую сторону и так пройдемся по каждому лазерному уровню в конце концов мы выясним кто же из них самый яркий этот вопрос довольно насущный его часто задают в комментариях поэтому давайте наконец-то раз и навсегда узнаем кто из этих лазерных уровней самый яркий и еще такой момент чтобы опыт был равноценный для каждого лазерного уровня я все уровни которые возможно подключить к розетке буду проверять именно от розетки чтобы не было различных толкований что у одного батарейка села у другого села наполовину в общем буду делать максимально прозрачный тест для каждого нивелира есть несколько пару-тройку штук приборов которые не могут работать от сети но именно для них я зарядил полностью батареи это лазерный уровень Fukuda и Firecore F94T он тоже не работает от сети остальные вроде как все подключаются и так давайте начнем этот масштабный опыт с Fukuda MW93T23GX это кстати у меня старая модель здесь еще используются лазерные модули Osram давайте начнем с нее но прежде чем мы перейдем к испытанию минутка рекламы спонсором этого выпуска является интернет магазин DLT by компания осуществляет прямые поставки различных заводов Китая и помимо лазерных измерительных приборов поставляет большой ассортимент инструментов и другой различной техники которую также можете посмотреть в интернет магазине что касается непосредственно лазерных уровней то здесь их представлено огромное количество от простых линейных 1d 2d до продвинутых 4d с четырьмя плоскостями по 360 градусов на сайте можно увидеть нестандартные комплектации которые не всегда можно найти на алиэкспресс приборы кстати отправляется не только по Белоруссии но также можно заказать из любого уголка России причем доставка будет бесплатная для удобства цены можно смотреть в различной валюте допустим если вы из России выбираете рубли и все цены на сайте будут отображаться в рублях на каждый нивелир после проверки его на точность наклеивается фирменная голограмма говорящая о том что нивелир прошел дополнительную проверку все проверки осуществляются в собственном профессиональном сервисном центре также на все приборы предоставляется гарантия ссылка на этот интернет магазин будет в описании под видео поэтому переходите смотрите и выбирайте итак начинаем первый уровень фукуда 3d спереди у него самая яркая сторона давайте замерим на 5 метрах и на 10 метрах давайте смотреть итак на 5 метрах наш люксметр показывает по нулям 18,2 давайте посмотрим на 10 метрах на 10 метрах исход по нулям 7,1 теперь смотрим у него самую тусклую сторону сейчас я буду вращать вот вижу у него здесь вот линия становится тусклее опять становится ярче вот самое тусклое место где-то вот здесь вот давайте теперь посмотрим на 5 и 10 метрах сколько люксметров составляет яркость итак на 5 метрах 4,4 на 10 метрах 1,2 итак отлично появились первые данные теперь давайте перейдем к фукуде mw94d 4gx здесь уже лазерные модули sharp от сети как таковой у него работы нет но можно крышку снять от батарейного отсека и в принципе воткнуть в розетку он будет работать и заряжаться одновременно так включаем прибор выбираю самую яркую сторону так ну где-то вот здесь давайте смотреть так самая яркая сторона на 5 метрах по нулям 34,1 34,2 давайте посмотрим на 10 метрах на 10 метрах это показатель составляет 14,2 выбираю самую тусклую сторону окно где-то вот здесь самое тусклое место давайте смотреть фукуде 4d на 5 метрах тусклая сторона 5,1 на 10 метрах 1,8 едем дальше итак на очереди fireco f304t xg как помните из обзора и сравнения с фукудой 4d он практически идентичный клон есть конечно некоторые различия но это можете увидеть в сравнительном обзоре и также кто видел помнит что у них по маркировке отключаются лазерные модули давайте посмотрим сначала самую яркую сторону давайте смотреть fireco 4d 5 метров яркая сторона 27,4 10 метров яркая сторона 12,7 теперь смотрим самую тусклую сторону ну где-то здесь самое тусклое место 5 метров тусклая сторона fireco 4d 2,9 на 10 метрах 0,6 итак следующий уровень fireco f94 t xg он также не работает от сети но я только что полностью зарядил его батарею какие модули здесь установлены производитель не говорит не указывает но могу сказать одно они здесь очень хорошие качественные лазерные модули либо острым либо шарф так давайте смотреть сначала яркую сторону так 5 метров яркая сторона 21,3 яркая сторона 10 метров 9,2 теперь ищем самую тусклую сторону ну где-то вот здесь давайте смотреть и так тусклая сторона 5 метров 3,6 на 10 метрах 0,8 теперь давайте посмотрим fireco f93 t xr с красным лучом у меня единственный уровень с красным лазером поэтому для интереса давайте посмотрим все остальные будут зеленым здесь также отличные лазерные модули и давайте посмотрим как будет вести себя красный луч так вот самая яркая сторона 5 метров яркая сторона красный луч 9,8 10 метров яркая сторона 4,3 теперь смотрим самое тусклое место у него вот оно где-то здесь давайте смотреть тусклая сторона 5 метров ровно 4 на 10 метрах тусклая сторона 0,9 или ровно 1 так теперь давайте посмотрим бюджетный сегмент это лазерный уровень хилдинга и хибиру так смотрим самую яркую сторону у хилды вот она будет здесь давайте смотреть яркая сторона хилда 4 д 5 метров 25,4 на 10 метрах 12,3 поворачиваем самой тусклой стороны так где-то здесь 5 метров тусклая сторона 5,9 на 10 метрах 2,1 следующий хибиру омнитроник 4,360 в таком положении у него самая яркая сторона давайте посмотрим итак 5 метров самая яркая сторона 43,7 на 10 метрах 22,9 теперь смотрим самую тусклую сторону это где-то здесь давайте смотреть 5 метров самая тусклая сторона хибиру 4,2 9,9 на 10 метрах 4 ровно едем дальше следующий хьюпар лс-41g самая яркая сторона давайте смотреть итак 5 метров самая яркая сторона 28 на 10 метрах 12,6 12,7 теперь смотрим самую тусклую сторону она находится здесь давайте смотреть лс-41g тусклая сторона 5 метров 3,1 3,2 10 метров 0,6 следующий хьюпар b03cg с этой стороны самая яркая сторона давайте смотреть 5 метров яркая сторона хьюпар b03cg 13,4 13,4 на 10 метрах 5,1 поворачиваем самой тусклой стороной смотрим на 5 метрах 2,7 на 10 метрах 0,6 следующий уровень хьюпар b03cg самая яркая сторона смотрим на 5 метрах 19,7 10 метров 8,6 теперь давайте замерим тусклое место она находится она находится где-то здесь 5 метров самое тусклое место хьюпар 603cg 4,1 на 10 метрах 1,1 едем дальше хьюпар 904 dg смотрим самое яркое место на 5 метрах 9,8 на 10 метрах 3,7 3,8 поворачиваем тусклой стороной давайте посмотрим как здесь тусклая сторона на 5 метрах хьюпар 904 dg 2,7 на 10 метрах 0,5 следующий на очереди электронный лазерный уровень с сервоприводами хьюпар dt03cg давайте посмотрим самую яркую сторону и итак на 5 метрах 22 ровно на 10 метрах 10,8 теперь поворачиваем тусклой стороной вот она где-то здесь давайте посмотрим тусклая сторона 5 метров dt03cg хьюпар 5,2 на 10 метрах 1,7 следующий хьюпар s04cg давайте смотреть яркую сторону итак 5 метров яркая сторона 30,5 на 10 метрах 14,5 так смотрим тусклую сторону где-то здесь давайте смотреть тусклая сторона 5 метров s04cg 5,3 на 10 метрах 1,6 так и последний на сегодня уровень клубиона ii16r давайте смотреть самую яркую сторону на 5 метрах яркая сторона 24,8 на 10 метрах 9,2 и посмотрим еще самый тусклый участок где-то вот здесь давайте посмотрим клубиона 4d 5 метров самый тусклый участок 5 ровно на 10 метрах 1,7 итак друзья вот такой тест интересный получился сейчас вы увидите на своих экранах сводные таблицы можете поставить на паузу и более детально рассмотреть все цифры но как выяснилось абсолютным лидером по всем позициям оказался бюджетный лазерный уровень хибиру омнитроник 4 360 да но вы должны понимать все равно что это незначительные по большому счету изменения если все лазерные уровни эти включить отличия конечно будут кто-то будет гореть тусклее кто-то ярче но это все равно не так критично особенно по помещениям я большой разницы в этом не вижу еще есть такой момент что у некоторых людей чувствительность глаз высокая и очень яркие уровни им не подходит у них начинают от этого болеть глаза так что этот фактор тоже учитывайте в общем все взвешивайте и принимайте решение пишите в комментариях хватает ли яркости на ваших лазерных уровнях ставьте лайки дизлайки подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео всем добра пока пока а